Кстати, кроме стандартного Луи Виттона за 200 тысяч рублей, настоящий Шанель. Такая сумка стоит около 500 тысяч рублей. Два миллиона рублей, капец. Ладно, я покупаю. Привет, я Энни Мэджик, со мной тут мои питомцы, и сегодня одна из ваших любимых рубрик. Безумные товары для животных. Топ-10 очень дорогих вещей для наших пушистиков. Но в этот раз я попытаюсь все-таки быть поближе к нашей с вами реальности и показать более-менее привычные вещи. Хотя это сложно, когда видишь вот такие цены в мире животных. А если вы хотите видео про жизнь пушистых миллиардеров с безумно дорогими вещами, где будет вообще шок-жесть, ставьте лайк, и я покажу вам, как они живут. Кстати, почему сегодня вышел не исследовательский влог из заброшенной школы, как я обещала? Потому что мы чуть-чуть не дотянули до 50 тысяч лайков на прошлом ролике. Давайте в этот раз все-таки поднажмем и постараемся набрать 50к, и тогда я обещаю следующее видео вас обязательно удивить. Ну и подписывайтесь на канал, потому что наш путь к 3 миллионам продолжается. Это наша новая мечта, и вы можете нам помочь. Для этого нужно всего лишь сделать эту красную кнопку все-таки серой и, нажав колокольчик, включить все уведомления. 3 миллиона, и тогда я заведу нового питомца. Ну что ж, погнали. Десятое и самое-самое, ну прям очень дешевое место в нашем топе занимает Армании. Думаю, этот значок Орла вам всем очень хорошо знаком. Прямо сейчас на официальном их сайте есть целая модная коллекция вещей для животных. Вот такие прикольные банданы, поводки, ошейники, подушки, коврики для мисок и путешествий. И все это до 4,5 тысячи рублей максимум. Это вот прям очень-очень дешево из брендов по сравнению с тем, что будет дальше в нашем топе. Кстати, у них есть даже настоящий медальон Армании за 700 рублей. Видимо, просто обычная железка. А вот прямо сейчас наш корм Платинум в своем инстаграме проводит конкурс фоток ваших питомцев, где 10 победителей получат бесплатно по 15 килограмм корма. А главный приз – это настоящий кулон из платины. Это круче, чем золото. С именем вашего питомца. И я сама лично встречусь с победителем и вручу ему подарок. Итоги будут подводиться 21 июня, в день кинолога. Так что все условия конкурса будут по ссылке в описании. Обязательно участвуйте! Девятое место. Норковая шуба для животных. Я просто не могла это пропустить. Мало того, что цена начинается от 50 тысяч рублей, так и сам факт, что это шуба из животного для животного. Это вообще нормально? Я просто против натурального меха. Норок убивают только для того, чтобы делать из них шубы. Вы только посмотрите на это, кто это придумал. Покажите мне этого человека, и я вот реально просто возьму и плюну ему в лицо. И тому, кто придумал шубы из норки для собак, я тоже плюну в лицо. Восьмое место. В нашем топе это дешевенькая миска от настоящего Versace. За 750 долларов. То есть 52 тысячи рублей. Керамическая миска с известным квадратным узором Versace выглядит как часть просто роскошного сервиза. И она покрыта не краской, не позолотой, а настоящим 22-каратным золотом. А можно вот купить пластиковый люкс до 500 рублей. И вашему питомцу будет все равно, из чего есть, и сколько стоит его тарелка. Мне вот кажется, что это делается больше для людей, чем для животных. Типа, вот я знаю, у моего пса миска стоит 50к. Короче, седьмое место. Настоящая оригинальная сумка-переноска Гуччи для собак и кошек, которая прямо сейчас на официальном сайте стоит 950 долларов. Это около 66 с половиной тысяч рублей. Вы вот прямо сейчас можете пойти и отдать за сумочку 66к, чтобы удивлять обычных людей. Типа, о, моя собака в сумке Гуччи. Гуччи Ай, Гуччи Дог. Гуччи Бэг, Гуччи Свэг. В общем, я говорю сейчас именно про настоящие бренды, а не про подделки. Потому что из подделок можно найти очень много всего прикольного, но оно стоит не так дико дорого. Есть сайты с хайповым шмотом подделками. Можно, например, подставку под миску от Луи Битон за 10к приобрести, или ошейничек Барбари за 2к, Худи Луи за 2к, поводок Офф Вайт за 1800, еще и ошейник к нему прикупить, или шлейку Суприм за 2к, Гуччи Ошейник. Короче, куча всего классного и не так дико дорого для тех, кто хочет просто прикольнуться. Ты хочешь что-нибудь, да? Может, купить тебе что-нибудь? А какие, кстати, люксовые бренды вы вообще знаете? Напишите в комментариях, И после того, как вы досмотрите ролик, тоже напишите, что бы из всего сегодняшнего топа вы бы все-таки купили своему питомцу, если бы у вас были такие деньги. А может быть, у кого-нибудь из вас есть такие деньги? Шестое место с конца в нашем топе занимает люксовый дизайнер Роберто Кавалли. Вы наверняка слышали это имя. Он сделал коллекцию одежды для питомцев, где средняя цена 1200 долларов за вещь. Это около 84 тысяч рублей. Атласные трусики за 84К. Очень нужная вещь для собаки или кошки. А почему нет, скажет какой-нибудь миллионер. Кожаные костюмы с сумками, замшевые и другие жилетки и комбинезоны с фирменным леопардовым принтом Кавалли, а также поводки, ошейники, намордники, другие аксессуары. Большинство вещей из этой коллекции, как я считаю, не для обычных собак, которые гуляют на улице, особенно осенью. Скорее, это для собак, которых я называю диванные подушки. Собаки, которые письют дома на пеленку, ездят только в сумочке или в автомобиле, либо у них есть такой собственный выгуливатель. А потом домработница отдельная, которая моет эту собаку, и домработница, которая стирает вручную эти атласные труселя. Вообще, как я выяснила, люксовые бренды часто устраивают специальные показы мод для животных, где как раз такие очень богатые люди сидят, смотрят на это все и выбирают, чтобы им такого в этот раз подороже да понеобычнее прикупить своему питомцу. Именно поэтому редко можно найти в интернете вот эти вот их неподдельные вещи, потому что чаще всего каждая вещь делается и шьется под заказ, под конкретное животное. Но есть и много всего люксового в общем доступе, как Гуччи сумка, например. Или вот наш товар с пятого места, настоящий оригинальный Луи Виттон, который, кстати, перегнал Гуччи в цене. И предлагает нам купить сумку-переноску для животных за 192 тысячи рублей. Вот прямо сейчас на их сайте всего-то две соточки, или как насчет одеялка для песика в машину в дорогу за 100 тысяч со всем известными Луи Виттоновскими узорами. Кстати, кроме стандартного Луи Виттона за 200 тысяч рублей, в интернете еще блуждает версии за 58 тысяч, типа за 4 миллиона рублей. Там просто какая-то нереальная крутяцкая сумка-переноска с еще и дополнительными мисками для еды и воды. Ну, конечно, вы что-то подобное можете намного дешевле найти, потому что в интернете продается очень много подделок сумок типа этой, или вот Барбари, Шанель. Обычная сумка может стоить от 1000 до 15 тысяч рублей, если это прямо вот качественная марка. Да? А это вот, например, Шанель. Настоящий Шанель. Не хорошая подделка, не китайская подделка, а самый настоящий, оригинальный Шанель. Эта сумка не современная, она винтажная, но даже в те времена, когда она создавалась, тогда не делали ни в коем случае таких подделок. Я не буду вам рассказывать предысторию, как эта сумка оказалась сейчас у меня в руках, сама я ее не покупала, но суть в том, что примерно такая сумка стоит около 500 тысяч рублей. Полмиллиона! Может быть немного меньше, а может быть даже больше, потому что Шанель может стоить и миллион рублей. Вот вы сейчас просто видите все своими глазами, но у Шанель я, кстати, сумок для животных не нашла. В любом случае любая люксовая сумка не для питомцев, для питомцев, стоит, ну как минимум, в 10 раз дороже обычной сумки или своих же подделок. Четвертое место с конца по дороговизне в нашем топе занимает известный бренд премиум матрасов Магнифлекс. Ань, при чем тут вообще матрасная компания для людей и наши питомцы? В общем, история такая. Как-то раз один человек заказал у Магнифлекс матрас для своего любимого пёсика, да еще и элитный, с золотыми нитями. 22-каратными золотыми нитями. И с 2015 года Магнифлекс выпускали такие матрасы и их покупали даже при цене 3000 долларов. Когда я готовила для вас это видео, я думала, с одной стороны, если ты миллионер или миллиардер, 200 тысяч для тебя, как, ну, для обычного человека тысячи две. Так почему бы не заплатить 2000 каких-то там рублей за крутой, модный, брендовый аксессуар? С другой стороны, животному все эти финтифлюшки не нужны. Вы думаете, оно понимает ценность всего этого? Ему пофигу. Миллион или 100 рублей стоит его ошейник. То есть люди это делают больше для себя, наряжая и запихивая своих питомцев в невероятно дорогие вещи, создавая из них самих какой-то люксовый аксессуар такой, чтобы все просто ходили, смотрели и охали, и ахали. Смотри, какая дорогая сумка. С третьей стороны, если ты, например, сам носишь бренды и покупаешь их себе, чем хуже твой питомец. А с четвертой стороны, нафига тратить так много денег на, ну, по сути, ненужные просто какие-то тряпки и барахло, когда можно, если ты миллиардер или миллионер, помочь тысячам бездомных животных. С пятой стороны, каждый имеет право тратить свои деньги, которые он заработал так, как ему хочется. Скажите честно, что вы думаете по этому поводу? Какое у вас мнение? А мы переходим к третьему месту. Это ошейник Rolex для собак из натуральной кожи с золотом за 4120, нет, не рублей, а долларов. Это около 288 тысяч рублей. Rolex это очень известная марка часов, если вы не в курсе. Многие носят их скорее как аксессуар, чтобы показать всем окружающим свой высокий статус и богатство. Rolex на шею зафигачить, да? Окей, ладно, драгоценности, но часы-то собаки зачем, скажите? Второе место. Swarovski Crystal Dog Beth Короче, собачья ванна с кристаллами Swarovski за 6995 долларов это 490 тысяч рублей, почти 500к за ванночку для собаки с кристаллами Swarovski и вот есть сайт, где эта ванна есть в наличии и можно ее приобрести прямо сейчас через интернет. Я уже представляю, как кто-то такой «Ммм, классно!» и платит картой 500к за ванну для песика в интернете и ждет такой дома курьера с бесконтактной доставкой. Первое почетное место по цене неожиданно занимает Hello Kitty. Я думаю, вот все, кто сейчас смотрит это видео, знают эту марку, но с Hello Kitty на удивление делают модные коллаборации очень многие известные бренды и вообще не для детей. Например, вот сейчас в Цуме можно купить сумку Balenciaga Hello Kitty за 152 тысячи рублей. Можно найти Мартин с известной мордашкой. И вот сами Hello Kitty сделали домик для кошек. Я даже не знаю, как вам описать эту конструкцию. Кровать, лежанка, ложе с висюльками за 31 тысячу шестьсот шестьдесят долларов. То есть за 2 миллиона 200 тысяч рублей. Роскошный дворец, усыпанный семью-десятью-пятью тысячами кристаллов. Софиш, ты же любишь розовый цвет? Может тебе такое купить? Посмотри. 2 миллиона рублей, капец. Ладно, я покупаю. Вы понимаете, да, что я не сумасшедшая? В общем, они пишут, что этот домик можно использовать еще и для щеночков и маленьких собак, не только для котят и кошек. Вы только посмотрите на это. Я надеюсь, питомец того, кто это купил в порядке. И это всего лишь 2 миллиона. А вот если вы хотите увидеть топ, где вещи для питомцев стоят 10 миллионов и больше, как живут животные-миллиардеры, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал Путь к 3 миллионам. Пишите ваше мнение о том, что вы сегодня увидели. И идите смотреть новое сумасшедшее видео на канале питомцев Magic Pet. Ссылочки все в описании. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok